Кто-то говорил, что это невозможно, кто-то попросту в это не верил, ну а кто-то собрался и пришел. Гродно, встречай новую волну молодых, талантливых и энергичных. Стартует третий сезон музыкального телепроекта «Знай наших». Песни на английском, польском, белорусском и русском языках. Произвести впечатление хотели все участники. На первое предварительное прослушивание пришло около 20 парней и девушек. Впереди у нас еще пять школ. Кастинги продлятся до конца декабря. И уже потом в отдельном большом кастинге для телевидения мы уже отберем людей, которые будут идти дальше, которым скажем точно, что они прошли в третий сезон для следующих отчетных концертов. Напомним, музыкальный телепроект «Знай наших» основан на базе продюсерского центра «Этно» при поддержке телеканала «Гродно плюс». Нынешний сезон проекта третий – вокальный. Ему предшествовал первый, также вокальный, и второй – танцевальный. Сегодня участники предыдущих проектов успешно выступают не только на мероприятиях в Гродно, но и гастролируют по многим городам республики. Слава ребят не дает покоя всем тем, кто пришел на кастинг попробовать свои силы. Смотрела их отчетные концерты, смотрела выступления, и вот очень понравилось. И для какого-то своего опыта, чтобы вынести что-то для себя. Очень интересный проект, мне кажется, очень интересно было бы поучаствовать. Первое предварительное прослушивание прошло на базе Гродненской средней школы номер 3 имени Усова. Однако продемонстрировать свое вокальное мастерство пришли учащиеся и других школ, а также колледжей. Фили романтические баллады, популярные композиции, аккомпанировали себе под гитару и даже читали рэп. Популярностью пользовались песни Ани Лорак, группа Виагра, Айова. Были и те участники, кто предпочитал исполнять свои авторские произведения. А в перерывах между номерами конкурсанты охотно рассказывали, на кого хотят равняться в творчестве. Из белорусской эстрады брать Петр Илфимов. Мне очень нравится, как он поет, как себя везет на сцене. Дима Белан, Дмитрий Колдун, вот такие мне нравятся. А Александр Солодуха? Ну, как бы, ну, можно послушать, но нет, я более молодежно такой придерживаюсь. После предварительных прослушиваний выйдут телеверсии дневников проекта. И начнется интернет-голосование, в ходе которого можно будет отдать свой голос за наиболее понравившегося участника. Организаторы проекта уверяют, что впереди все самое интересное. Первый сезон наш был великолепным, второй был танцевальный, он был тоже хорошим. А третий сезон, я надеюсь, что он побьет все рейтинги и что это будет новый уровень и новый этап в развитии такого лейбла, как «Знай наших» совместно с Гродно+. Так что «Знай наших».